Широко используется в физике квантовой информации, но уже не в качестве меры информации, а как характеристика степени частоты состояния, purity. Насколько близко данное состояние к чистому? Для последнего. ТГ скобка открывается, Р2 скобка закрывается, равно единице. 3.5. Кубит и сфера блоха. Кубиту в нашей книге отведена исключительно важная роль, поэтому вернемся к нему еще раз, теперь уже с привлечением матрицы плотности. Которая помогает глубже понять, что такое кубит и более подробно его описывает. Пространство двухсостояний, когда система может переходить из одного состояния в другое, двухуровневая система, является простейшим Гильбертовым пространством. Когда система имеет одно состояние и оно не меняется, то вообще не имеет смысла говорить о применении методов квантовой теории к такой системе и об описании ее в терминах состояний. Если базисные векторы такого элементарного двухмерного пространства состояний обозначить 0 и 1, то в самом общем виде вектор состояния двухуровневой системы может быть записан в виде вектор у равняется вектор а0 плюс вектор b1 3.9, где а и b комплексные числа, амплитуды, удовлетворяющие условию нормировки а2b2.1. Смотри раздел вектор состояния в предыдущей главе. Напомню, состояние вектор 0 равен c, равен, скобка открыта, 1, 0, скобка закрыта. t это вектор столбец, спин вверх. Состояние вектор 1 равно c, равно, скобка открыта, 0, 1, скобка закрыта. t тоже вектор столбец, но спин вниз. Тогда, исходя из основных понятий квантовой механики, определение кубита звучит достаточно просто. Кубит это вектор состояния двухуровневой системы. Таким образом, кубит это минимально возможный элементарный вектор состояния. Любой вектор состояния может быть представлен как совокупность таких элементарных векторов. Поэтому кубит первооснова, исходный кирпичик для всех других векторов состояния любой размерности. Подобно тому, как за единицу классической информации принимается бит 0 и единица, так и в физике квантовой информации, кубит определяется как единица квантовой информации. Одним из сложных для восприятия квантовой механики моментов является отсутствие наглядных представлений, когда приходится иметь дело с векторами состояний и матрицами плотности. Как можно сопоставить вектор Гельбертова пространства с привычными для нас трехмерными объектами? Один из наиболее простых вариантов такого сопоставления хорошо известен. Это так называемая сфера Блоха. Попытаемся разобраться, что она собой представляет. В простейшем случае, для системы, которая может находиться в двух состояниях, например, вверх и вниз, матрица плотности имеет размер 2х2. И для чистого состояния, 3.9, она имеет вид r равно вектор y, скобка открыта, y равно f, вектор a, вектор 2, ab, звездочка, крышка, b, a, вектор b, вектор 2, 3.10. Существует и более общее выражение для матрицы плотности кубита. Не только для того случая, когда он находится в чистом состоянии, как 3.10, но и для смешанного состояния, когда кубит взаимодействует со своим внешним окружением. 1, 1, r равняется. 2, скобка открыта. И плюс пи, с, скобка закрыта, равно 2, скобка открыта. И плюс пи, x, градус x, плюс пи, y, градус y, плюс пи, с, z, скобка закрыта, равно 2. Поделить на у, пи, x, плюс i, пи, y, 1, минус пи, z, 0, 3.11. Где е, единичная матрица, пи, равно, левая скобка открыта, пи, x, пи, y, пи, z, скобка закрыта. Вектор блоха, вектор поляризации. А, s, равно, скобка открыта, o, x, o, y, o, z, вектор, компонентами которого являются матрицы Паули. f, 0, 1, крышка, 1, 0, f, 0, минус i, s, поделить на a, 0, f, 1, 0, крышка, 0, минус 1, 0.